Но мы с мамой вышли в прямой эфир, надеюсь, что связь будет хорошая, потому что мы недавно с ней выходили вместе. Связь была не очень хорошая. Фу, я немножко запыхался, потому что уже успел потренироваться. Сзади, вот даже видите, детки тренируются. Хорошо, когда теплая погода и можно тренироваться на улице, в домашних условиях. Вообще в зал, считай, не обязательно ходить. Так, рассказывай, как твои дела? У меня хорошо, а у вас? Как день прошел? Отлично. Отлично. Всем привет, кто присоединился в наш эфир. Мама, красотка, да. Я с ноутбуком, я приехал к маме в гости. Мы сейчас работаем над совместной фитнес-книгой с видеоуроками, с очень полезной информацией. О, Ирина Михайловна, теща, привет, привет. Поэтому будет, я считаю, что будет очень-очень круто. И эта фитнес-книга с видеоуроками будет полезна абсолютно каждому. Знаний у нас хватает. И, наверное, это главное преимущество наше, то, что мы сами были в большом спорте, сами были там с самого детства. То есть многие сейчас там рассказывают про какие-то программы, многие говорят, что они тренера, но хотя от спорта очень далеки. Мы как бы знаем, что такое спорт не понаслышке. У меня мама международный мастер спорта, я международный мастер спорта. Поэтому знания имеем большие. Всем привет, привет. Вы где-то недалеко живете друг от друга? Ну, в Москве просто все такие расстояния, что такого, наверное, нет недалеко друг от друга. Поэтому, ну, мама, где-то если без пробок, то я вот минут 40 еду. Если с пробками, то где-то больше часа. Вот. Мама классно выглядит. Спасибо. Как похудеть, друзья. Как раз на эту тему у нас сейчас и будет фитнес-книга. Для тех, кто хочет набрать вес, похудеть, замотивировать себя, узнать о каких-то фишках, узнать, какие упражнения лучше делать, о методике. То есть это все будет в нашей фитнес-книге уже совсем скоро. Она будет выпущена. И цена будет очень доступная. То есть в любом случае у нас будут расходы по созданию сайта, по оформлению сайта, по разным таким моментам, как бы, организации. Эти расходы будут. Но мы будем стараться сделать доступную цену для каждого. Мама знает украинский? Ну, знает, но мы по-русски общаемся. В Украине не во всех городах говорят по-украински. С Витей Литвином общаемся, да. Не так часто, но общаемся. Как Маюш? Маюш хорошо поехала на процедуру с волосами. Так, пойдем, пока проведу маму. Фу, я до сих пор чуть-чуть запыхался. Я тут поделал пару упражнений на подтягивания, на пресс, брусья поделал. В общем, хороший комплекс сделал и аж немножко подустал. Сколько лет моей маме? Всегда 18. Похоже на актрису, да, Яну Трояну. Вы говорили уже, да. Так. Спасибо. В общем, сегодня был продуктивный день. И, друзья, всем спасибо большое за обратную связь. Все, кто пишет и отвечает, я стараюсь читать все ваши сообщения и по возможности на них отвечать. Очень, очень всем за это спасибо. И если у вас какие-то мысли, там, не знаю, может вы хотите, чтобы мы в свою книгу внесли какие-то ответы на ваши вопросы, там, может быть, у вас есть что-то такое, не знаю, необычное, там, интересное, можете тоже про это писать, спрашивать. Там все какие-то какие-то ваши пожелания будем стараться учесть. То есть, это сейчас такой наш первый с мамой спортивный продукт. Если все будет как бы круто, то дальше только будем идти вверх, более масштабнее. Будем стараться находить больше времени, потому что мама как бы тоже занимается своими делами. Я занимаюсь своими делами, но будем стараться как-то... Так, а у кого интересует мой папа? Папа в Украине, в Киеве. Так, спасибо за информацию по поводу правильного питания и спорта. Всем, пожалуйста, стараюсь снимать что-то новенькое, что интересно. Кстати, если вам было интересно, как я вчера снимал в магазине, там, связанное с питанием, что можно, что нельзя, возможно, завтра могу снять продолжение, заехать в магазин тоже, там, на закупочку продуктов. И рассказать, там, про молочку, про сыры, про то, что точно нельзя употреблять. Вот, есть родные братья или сестры. Двою родных очень много, друзья. Привет. Всем привет, привет. Молодцы, дружные, спортивные. Да, мне вообще кажется, что, наверное, это... Ну, я лично, мне не попадались, там, блогеры или, там, спортсмены, чтобы так совместно, там, сын и мама, там, вместе... О чем-то говорили. Давай, так пойдем. А там закрыт. Почему закрыт? То есть, мне не попадались так, чтобы, как бы, такой был семейный, скажем так, семейная фитнес-книга, семейные спортивные уроки, там, видео-уроки. То есть, мне такого, я таких блогеров, там, спортсменов не видел. То есть, обычно, кто-то там просто о чем-то рассказывает. А здесь круто в том, что мы именно с мамой вместе. Она, там, делится своими знаниями, там, я делюсь своими знаниями, у нее, там, допустим, на какие-то ситуации свой взгляд, у меня свой. То есть, мы как-то вместе стараемся, знаете, собрать максимум крутой, классной информации для вас. Так, расскажи что-то интересное. Что бы вы хотели узнать? Мама просто немножко подустала, на сцене тоже своими делами занималась. И немного подустала, а я... Получается, мама живет во дворе у меня. Я не смог на машине проехать, потому что здесь дорогу делают. У меня машина в одной стороне, а мама в другой стороне. Сейчас вот маму проведу. Вчерашняя съемка, когда будет по ТВ. А, друзья, вчера у нас отменилась съемка. Мы вчера приехали на программу. И так случилось, в общем. По определенным причинам она перенеслась. Там, как бы, не от нас это было, все зависело. Поэтому по телевизору не увидите. Так что, может быть, может быть, немножко позже съемка, на которой мы вчера ездили. А, когда последний прием пищи? Друзья, на эту тему у меня такое мнение, что... Те, кто говорят, что после шести кушать нельзя. Куда? Так, ничего страшного, это дорога. У тебя липнут ноги? Да, это горячая. Да ладно. Какой горячий? Он холодный. Это просто только свежий асфальт положили. Друзья, я считаю, что после шести можно кушать. И это вообще, как я считаю, абсолютный миф. То есть, ну, конечно, перед самым сном, там, за 30 минут нежелательно. Но, допустим, как я считаю, там, за час до сна можно сделать дополнительный перекус. В нашей фитнес-книге я об этом подробно расскажу. Расскажу, что будет можно на перекус. Какие продукты рекомендуются, какие не рекомендуются. Всякие примеры пп-блюд, примеры видео-тренировки будут в домашних условиях, на улице. То есть, вам недавно не понадобится там ходить в зал, покупать реквизиты. Блин, очень плохо видно, да, как я понимаю? Очень плохой свет. В общем, друзья, все, я провожу маму. Почему-то какой-то плохой свет, не очень хороший. Тут еще делают всякие работы. Обязательно завтра выйду с вами в эфир и поделюсь всей информацией, отвечу на ваши вопросы. Поэтому завтра ждите в эфире. Все, друзья, всем хорошего вечера. До свидания. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok